Алуа Байкадамова заведующая военно-историческим музеем Дома армии в Алматы. Именно так она представляется журналистам, которые обращаются к ней, как к внучке генерала Ивана Панфилова. Дистанцируется от родства с легендарным полководцем Алуа неспроста. Меня уже просто оскорбляет тем, что вы держали под подолом или под подушкой, этот материал не опубликовали. 8-я гвардейская панфиловская дивизия была сформирована в Алма-Ате как 316-я стрелковая. Из граждан Казахской и Киргизской ССР. Прославилась она в боях под Москвой, остановив наступление передовых частей немецкой группы армий «Центр». Полемика вокруг подвига панфиловцев вновь набрала обороты после заявления директора Госархива России Сергея Мироненко на Всемирном конгрессе русской прессы. Мироненко рассказывает, что никаких 28 бойцов, остановивших 50 танков под Дубосековым, не было. А подвиг придуман литературным секретарем газеты «Красная звезда» Александром Кривицким. В поддержку этого заявления Госархив распространил в СМИ копии исторических материалов. У внучки генерала Панфилова есть свое мнение на этот счет. Вот если погибло 28, а мы сказали 100, это была бы ложь. Но если из 100 погибло 28, то это правда. А если из 100 погибли 100 и наградили 28, то это тоже правда. Что важнее, правда о панфиловцах или память о подвиге, активно обсуждают в казахстанских соцсетях. Кто-то считает, что с самого начала не надо было ограничивать подвиг всей дивизии числом 28. Кто-то призывает не поддаваться на провокации. Большинство комментаторов пишут, что трогать вопрос с панфиловцами вообще не нужно. Руки прочь от наших героев. Совет генералов Казахстана на просьбу корреспондента в настоящего времени дать комментарий по ситуации с гвардейцами и панфиловцами отреагировал неожиданно. Президиум совета собрал специальное заседание, чтобы вынести единую точку зрения. Мы против того, чтобы некоторые политиканы, имеющие ранг директора музея, пытались осквернить подвиги наших казахстанцев. Народный писатель Дулат Исабеков, напротив, считает, что истина сегодня гражданам Казахстана важнее, чем идеологический мир. Если сама Москва на это настаивает, тогда они разоблачили, они доказали, что такого не было, но от фактов мы не увяжем. Так или иначе, разговоры о подвиге среди алматинцев все равно сводятся к переименованию парка 28 гвардейцев-панфиловцев. Сегодня в нем установлены памятники Ивану Панфилову и Баужану Мамышулы, а также Центральный мемориал славы с легендарной цитатой, приписываемой политруку Василию Клочкову. Тем не менее, для многих из прославленных воинов 8-й гвардейской дивизии не нашлось места ни в парке, ни на мемориальных досках. Абдебеков, снайпер, 397 фашистов. Где герои Советского Союза? За 80 давали. Правительство Казахстана сегодня обсуждает, нужно ли создать межведомственную комиссию по вопросу о подвиге панфиловцев. Если ее членам удастся получить допуски к российским военным архивам, возможно, они поставят точку в обсуждении подвига. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. Продолжение следует...